Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Погиб отрухнувшего козырька. Следователи рассказали подробности происшествия. Знаки на дорогах, законно ли их устанавливают? Спортивные таланты. Рязанские гребцы вновь завоевывают лидирующие места. Проверку по факту обрушения козырька, под которым погиб мужчина, начали следователи Московского межрайонного следственного отдела регионального следственного комитета. Напомню, ЧП произошло 11 сентября. Мужчина от полученных травм умер в больнице. Подробности трагедии в сюжете Дины Исляевой. Пока их разрешения у вас письменного нету, значит снимаете его на оттуда от дороги. Меры безопасности усилили, но после того, как произошла трагедия, а не до нее, от комбайнового завода осталась только ржавеющая вывеска. Фактически это территория, на которой разные предприятия арендуют помещение. Козырек рухнул у административного здания, как раз в тот момент, когда рядом с ним находился человек. Услышать, что конструкция падает, он не мог, потому что глухонемой. Мужчина, не работник этого предприятия, приехал навестить своего сотоварища. После того, как мужчина вышел из здания, навестил своего товарища, он подошел к своему автомобилю, который стоял под козырьком одного из входов здания, и начал проводить манипуляции с данным автомобилем, осматривать данный автомобиль, заниматься своими делами. Козырек входа в здание, под которым он находился, данный мужчина, обрушился, и обрушился непосредственно на мужчину и припаркованный его автомобиль. Люди, находившиеся на территории завода, в момент трагедии вызвали неотложку и вытащили мужчину из-под обрушившегося козырька. Он был без сознания, скорая забрала его в больницу, где мужчина скончался на следующий день. Эта поездка к другу стала для него последней в жизни. Обрушение произошло, скорее всего, из-за ветхости данного козырька, из-за ветхости и старого возраста креплений, при помощи которых козырек крепился к стене входа здания. В ходе осмотра места происшествия указанный козырек и стойки были изъяты, то есть будут проводиться соответствующие экспертизы, которые помогут органам следствия определиться с причиной обрушения данного козырька и произошедшего несчастного случая. Сейчас следователи проводят проверку, в ходе которой предстоит выяснить точные причины произошедшего. Не исключено, что по ее итогам может быть возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Камеры фото и видеофиксации скоростного режима уже стали нормой для города. Вот только автолюбители по-прежнему спорят о законности их установки, а также знаков, которые устанавливают перед ними. В этой и других ситуациях на Рязанских улицах разбирался Валерий Седов. На северной окружной дороге водители ежедневно проезжают мимо камер фото и видеофиксации установленной треноги. Если в сторону улицы Бирюзовой висит предупреждающая табличка о том, что ведется запись, то в обратном направлении такого указателя нет. По словам специалистов, со знаками дела обстоят довольно интересно. Табличка «Ведется фото и видеофиксация» относится к знакам дополнительной информации. И ничто не обязывает дорожной службы или ГИБДД устанавливать такой знак в тех местах, где ведется съемка нарушений скоростного режима. Однако, по словам специалистов, практически каждая ситуация уникальна и спорна. Но с треногами все куда яснее. Касаемо предупреждающих знаков о том, что ведется фотофиксация, законом не предусмотрено на передвижные технические средства фиксации правонарушений. Для треног существует только инструкция по их установке и эксплуатации, определенное расстояние от дороги, необходимая высота и так далее. Чаще всего треногу в Рязани можно увидеть на северной окружной. Устанавливают ее летом, с началом пляжного сезона. Вот только сейчас сентябрь, а знак все равно висит. Однако, после визита нашей съемочной группы, дорожный указатель демонтировали, а треногу убрали. А вот где бы камеры фото-видеофиксации точно не помешали, так это на новом перекрестке улицы Горького и площади Ленина. Это пересечение дорог сразу обрело дурную славу после многочисленных аварий. 19 августа одна из таких закончилась трагедией. На перекрестке мотоциклист столкнулся с автомобилем. Водитель машины не уступил дорогу. В результате мотоциклист погиб. Никаких знаков, говорящих о том, как проезжать злополучный перекресток, нет. Сергей Гуськов рассказал, как нужно ехать на данном пересечении дорог. Новая развязка – это не единственное нововведение на площади Ленина. Изменили и правила на платной парковке. Судя по знакам, одностороннее движение начинается сразу после парковки. Это означает, что отсюда можно повернуть как направо, так и налево. Однако, если водитель все-таки решит повернуть в сторону улицы Горького, то он может спровоцировать очередное ДТП. Ведь обе полосы заняты транспортом, движущимся в сторону торговых рядов. Ситуация с дорожными знаками в Рязани не совсем идеальна. Однако, вряд ли в стране найдется город без недостатков. С другой стороны, повлиять на появление того или иного указателя может любой житель города. Для этого достаточно обратиться в управление благоустройства. Телекомпания «Город» также решила попробовать улучшить ситуацию на перекрестке к лучшему. Ведь любой желающий может подать заявление на установку того или иного дорожного знака. Кто знает, может на заполучном перекрестке в скором времени и появится знак «Уступи дорогу». Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». Публичное слушание провело Рязанское управление ФАС России. На встречу были приглашены представители бизнеса, федеральных и муниципальных органов власти, торговых сетей. Это третье обсуждение результатов правоприменительной практики по антимонопольному законодательству в этом году. Подробности далее. Защита конкуренции, контроль закона о рекламе и государственных закупок – это лишь малая часть компетенций антимонопольной службы. Ежедневно к ним поступают жалобы и обращения от представителей бизнеса, власти и населения. Так, в ведомство поступило 416 дел по антиконкурентным соглашениям, 80 из них – по картелям. Чаще всего это явление встречается на рынке поставок лекарств и медицинских изделий. Другой острой проблемой стали профессиональные жалобщики. Для заказчика, независимо от того, будет жалоба обоснованной или необоснованной, наступают некоторые негативные последствия. Ну, по крайней мере, контракт будет заключен несколько позже, чем планировалось государственным или муниципальным заказчикам. Ситуация может быть критичной, если такая жалоба и торги проводились в конце финансового года. Планируется поставить реальный барьер для приема жалоб от лиц, не заинтересованных в решении вопроса. Для разъяснения норм закона Рязанское управление Федеральной антимонопольной службы регулярно проводит публичные слушания. Эти стали третьими за год по обсуждению результатов правоприменительной практики. Антимонопольное законодательство, оно достаточно сложное. Несмотря на то, что существует более 20 лет, есть очень много вопросов, которые требуют специальных познаний. И не всегда можно эти познания из каких-то открытых источников получить. Практика меняется. Поэтому, когда субъект контроля может задать вопрос напрямую и получить грамотный и правильный ответ, в этом есть определенный смысл и помощь. В своих выступлениях докладчики рассказали о наиболее громких делах текущего года. Они касались тепла и энергоснабжения, отключения воды. Так, этим летом в ряде домов Рязани горячей воды не было ни 14 дней, как положено по закону, а в течение месяца. Фактов очень много, жалоб достаточно много. И если по каждому факту разбираться, я полагаю, что до конца года мы выясним истинную причину. Если теплоснабжающая организация виновата, то придется привлекать ее к административной ответственности. Основная задача, конечно, не привлечь к ответственности, а превентивно сделать так, чтобы на следующий год нарушение не повторялось. Основное же направление работы ФАС – это реализация трех приоритетных задач, поставленных президентом. Так, к 2020 году планируется снизить число нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти в два раза. Обеспечить во всех отраслях экономики, за исключением сферы естественных монополий, присутствие не менее трех игроков, один из которых должен быть частной фирмой. А также в два раза увеличить долю государственных закупок с участием только малого и среднего бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций. Этого показателя Рязанская область уже достигла. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани прошел слет регионального отделения Всероссийского движения юноармейцев. Напомню, детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юноармия» было создано в 2016 году. Рязанская область стала одним из шести пилотных регионов, где движение было создано. На слете подвели итоги работы, наметили планы на будущее и наградили лучших юноармейцев. Служить России суждено теме и мне. Служить России удивительной стране, где солнце новое встает на небесине. 16-летняя Евгения Касьяненко из Михайловского района мечтает о военном будущем. Поступить в ряды юноармейцев было ее целью с самого начала. Девушка хочет пойти по стопам дедушки, который служил полицейским. После школы планирует пойти в военный вуз. Евгения получила почетную награду – знак доблести юноармейцев первой степени. Я горда и рада за такой знак. Я заняла третье место в финале всероссийской молодежно-военно-спортивной игре «Орленок». Заняла первое место в экстремальной гонке «Игра патриотов» западного военного округа. На сегодняшний день на территории региона уже почти 3,5 тысячи юноармейцев, 29 местных отделений и 166 отрядов. Рязанское отделение юноармей признано лучшим в Центральном федеральном округе. Поступить в ряды могут школьники. После вступления в движение их жизнь меняется диаметрально. Участие во всероссийских конкурсах, посещение лагерей, в том числе легендарного Артека, разностороннее развитие личности – вот главная цель наряду с воспитанием патриотизма. На слюте были намечены планы на будущее. Одна из задач – сделать жизнь ребят еще более активной и интересной. Ведь быть юноармейцем – это почетно. Нужно очень много внимания уделять не только военной подготовке, но и в принципе развитию ребят как лидеров, поскольку предстоящая смена в Артеке называется «Школа будущих командиров». И мы действительно воспитываем тех, кто потом будет вести за собой. На заседании регионального штаба был избран новый руководитель движения. Им стал Сергей Рудь. Он уже наметил задачу на серьезную и плодотворную работу. Самое главное – это вырастить у нас достойных граждан своей страны, чтобы они любили свою родину, чтобы они умели работать на ее благо, чтобы они умели защищать ее и умели прекрасно жить и интересно жить на этом свете. Сейчас движение «Юноармия» проходит этап своего становления. Продолжается работа по созданию единой программы для всех участников. Но одно остается неизменным – случайных людей здесь нет и быть не может. Все участники, благодаря успехам в учебе и спорте, заслужили право носить высокое звание. «Юноармейц» Этот фрагмент как раз некий свет проливает на вопрос о том, было ли население грамотным, что они писали, какие предметы они помечали такими разнообразными буквами. В данном конкретном случае мы видим две буковки – это буквы А и Б. Этот артефакт еще попадет в руки специалистов, которые конкретно занимаются чтением древних надписей на предметах, выполненных из камня. Находки с буквами встречаются не чаще одного раза в пять лет, поэтому их так ценят специалисты. Другим открытием летнего археологического сезона стало обнаружение пересечения улиц. В толще почвы сохранились деревянная мостовая конца 16 века и остатки срубных построек. Мы проследили и остатки деревянных заборов, представленные в виде таких деревянных частоколов. Мы проследили и остатки построек. В одной из построек мы нашли достаточно интересные весы, костяные. Находка тоже яркая, интересная. Помимо этого мы находили и деревянные вещи. Это деревянная лодочка, практически целиком сохранившаяся. Такие открытия бывают еще реже. За 12 лет археологам удалось обнаружить лишь два фрагмента мостовой. Первый был датирован началом 17 века, второй – концом 16 века. Открытие поможет определить топографию старого Переяславля Рязанского. Также в ходе раскопок специалисты собрали из фрагментов несколько сосудов полных форм. Как известно, керамика – это самый дешевый, самый простой способ датирования археологического материала. Форма сосуда, его орнаментация, состав глиняного теста меняются на протяжении столетий. И специалист по малюсенькому черепку древнего сосуда может датировать этот сосуд. Важно это и для датировки всего того культурного слоя, из которого происходит этот конкретный сосуд. В течение летнего сезона на раскопе работало более 80 человек. Сейчас полевые работы окончены. Находки промыты и переданы в научный отдел для описи. После чего они перейдут в экспозиции музея Рязанского Кремля. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Победитель двух этапов Кубка мира, погреблено Байдарки, бронзовый призер чемпионата мира, член российской сборной. Рязанец Евгений Луканцов готовится и дальше покорять спортивные вершины. Нам удалось пообщаться с гребцом и понаблюдать за его тренировкой. Взмах весла и тренировка началась. Чаще всего Евгений Луканцов тренируется в теплых странах, к примеру, Италии или Португалии. Но грибная база в селе Шумыш стала для него начальной ступенью в спорте. Сюда он возвращается всякий раз, когда приезжает в Рязань. Участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, победитель двух этапов Кубка мира, бронзовый призер чемпионата мира, член сборной России погреблено Байдарки. Добился своих медалей благодаря упорству и трудолюбию. Тренировки два раза в день, независимо от погоды и времени года. Вода – его стихия. Он легко преодолевает 200 метров чуть более, чем за 30 секунд. Несмотря на серьезные победы, перед стартом Евгений всегда волнуется. Очень высокая ответственность за то, что на меня возложено право выступать за страну, за честь страны, за флаг. И эта ответственность иногда сильно давит, как было в Рио, например. Не получилось с этой ответственностью справиться. И в итоге не самый лучший результат, который мог бы быть. Но чем дальше, тем больше опыта. И получается хорошо сконцентрироваться, выступить на самом высоком уровне. В спорте Евгения всегда поддерживали родные. Он и пришел-то сюда, глядя на брата. Сначала занимался футболом, самбо, плаванием. Когда первый раз сел в Байдарку, перевернулся. С тех пор этот спорт захватил его полностью. Евгений признается, поддержала его не только семья, но и тренер Владимир Тебенихин. Именно он разглядел дарование. О себе Владимир говорить не любит, хотя есть что рассказать. Зато о своих спортсменах готов говорить часами. Они все для него особенные. В профессии он более 30 лет. Сейчас и его дочь стала тренером. Пошла по стопам отца. А Владимир Тебенихин готов покорять новую вершину со своими ребятами. Говорит, с такими учениками надо продолжать идти дальше и подниматься выше. В нашем спорте это, в первую очередь, терпение, уметь преодолевать климатические условия. И воля, как и в любом спорте, достичь больших и высоких спортивных результатов. Если в человеке есть стержень, есть дарование, есть терпение, есть трудолюбие, то можно все сделать. Пример наш воспитанник. Еще один воспитанник Владимира Тебенихина Олег Гусев и в прошлом, и в этом году стал чемпионом России. Когда-то на греблю его привела мама. Конечно, были разные периоды в жизни. И становление спортсмена, и становление личности. Но он ни разу не пожалел, что остался в спорте. Сейчас это дело его жизни. Все, о чем Олег мечтал, дал ему именно спорт. Абсолютно свободный график, когда я дома. На сборах, грубо говоря, тоже. Не то чтобы свободный, но время свободного достаточно. Все хватает. Плюс путешествия постоянно где-то за границей, где-то по России. Чуть ли не каждый месяц. Разные страны, разные города. Все это. Узнаю что-то новое, интересное. Сейчас Евгений и Олег готовятся покорять новые вершины. Уже в конце этого месяца ребята поедут в Барнаул на международные соревнования. А через два года Евгений планирует принять участие в Олимпиаде в Токио. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ничто так не греет зимой, как натуральный мех. Если вы еще не успели купить теплую, красивую шубу, это можно сделать на новоторжской ярмарке. Хорошая новость для всех, кто хочет купить натуральную шубу или дубленку. На новоторжской ярмарке в МКЦ началась распродажа шуб. Для вас большие скидки на каракуль, дубленки, мутон, нутрию и, конечно, норку. Успейте купить. К зиме таких цен на шубы не будет. Мутон и нутрия от 15 тысяч рублей. Дубленки сейчас в полцены. Меховые головные уборы от 6 тысяч рублей. И это еще не все. Норковую куртку вы купите всего за 59 тысяч рублей. Полупальто из норки за 79 тысяч рублей. Длинная шуба из норки обойдется вам в 98 тысяч рублей. На всех шубах зеленый чип – знак российского производителя. Гарантия до года. Все на новоторжскую ярмарку в МКЦ. Ярмарка работает с 10 до 19 часов до 16 сентября включительно. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте. Город62.тв и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok